Молодые политологи, юристы, аналитики и социологи из вузов и СУЗов, а также молодежных общественных организаций Омска приняли участие в региональном этапе аналитической игры проекта «Генерация». Команды превратились в министерства, а капитаны в министров. За отведенное время участники должны были ознакомиться с майским указом президента Российской Федерации и придумать, как в рамках своего ведомства достичь его исполнения. Наверное, у всех существует вполне определенный скепсис, что до 2024 года действительно серьезные мероприятия, которые можно осуществить. Так вот, наверное, мы сможем их осуществить только при поддержке, наверное, самого креативного слоя населения – молодых ребят. Сегодня у нас в руках знание новой технологии и, главное, желание – энергия. Вот эта молодежная креативность, дерзость – вот это, наверное, сегодня нам очень нужно. Созданные в рамках игры министерства представляли интересы сельского хозяйства, культуры, молодежной политики, транспортной инфраструктуры и другие. Участники проекта «Генерация» погрузились в обсуждение программы развития государства. Помогали им в этом наставники – политики, общественные деятели и представители научного сообщества. Члены жюри – это, по-другому, члены экспертного совета, это представители наших региональных органов власти, и это депутаты законодательного собрания Омской области, Омского городского совета, это лидеры партии, это члены общественной палаты Омской области. Они будут оценивать игру ребят, но кроме того, что они будут оценивать ее с точки зрения адекватности, интересности, реальности тех инициатив и проектов, которые ребята будут представлять, они также будут вместе с ребятами во время игры находиться в команде для того, чтобы их курировать, стать для них наставниками и помощниками, но в то же время и критиками, поскольку нужно будет оценивать с точки зрения, опять же, объективности и реальности те идеи, которые ребята будут предлагать в рамках подготовки к презентации своих идей. Новоиспеченные министры выступили перед членами экспертного совета со своими идеями в области социально-экономического развития национального проекта. Оценивались и характерские способности, и лидерские качества. Лидер, он должен, во-первых, быть толковый, компетентный, он должен быть четко ориентироваться в обстановке, и в тройку я бы поставил умение организовать слаженную работу команды. Министр, он должен уметь собирать вокруг себя людей и формулировать четкие цели, что мы будем делать и как мы будем это делать. Лидерские качества – именно объединение людей для достижения какой-либо определенной цели. В нашем случае это цель – достичь высоких показателей в сфере труда и в сфере социальной защиты. Лидер – одно из главных качеств – это нести ответственность, ответственность за свои действия и решения. Из этого вытекает уже командная работа. Организовать ее так, чтобы она была эффективной и решала проблемы, не было конфликтов внутри команды. Это основные положения, которые позволят эффективно работать. Отличившиеся участники аналитической игры отправятся на всероссийский этап проекта «Генерации», который пройдет в Москве в ноябре этого года. Продолжение следует...